Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой Сегодня Женя, Серёжа, Денис и Филипп и мы поиграем в настольную игру 8-бит-бокс. Но сперва минутка полезной рекламы. Лето, как видите, уже заканчивается, но не заканчиваются акции у наших друзей магазина cartplace.ru. Практически каждую неделю у них появляются предложения, от которых ну просто невозможно отказаться. Что же можно у них приобрести? В первую очередь это все те замечательные игры, которые мы показываем в наших роликах. Также у них есть коллекционные карточные игры Magic the Gathering, всевозможные версии Warhammer и другие игры с миниатюрами. Также у них есть спортивные наклейки и карточки Panini. Огромный спектр аксессуаров к настольным играм. Советую вам этот магазин и, как обычно, для всех наших подписчиков, зрителей, действует промокод на скидку в 10% Твой Игровой. Точнее, это даже не настольная игра, это первое поколение настольных игровых консолей. Вот одна из таких консолей, вот у нас сейчас на столе сегодня, и она содержит три игры в себе. Это Stadium, Pixoid и, как называются, гонки быстро-быстро-быстро. Нет, FIFA нет. Outspeed. Forza Horizon. Скорость. Вот. Мы для вас поиграем во все три, и первая игра будет Stadium. Стадион. В этой игре у нас поддерживает она четыре или шесть игроков, то есть строго. Одного нельзя, вдвоем нельзя, втроем нельзя, только в четвером, в пятером нельзя, в шестером можно. Да. Что себе. Вот. Такая история. Значит, мы, игроки садятся в команде через одного, мы с Сережей в красной команде, Женя и Денис в синей команде. У каждого есть свой спортсмен, у каждого спортсмена на старте 25 энергии. 25. Все пишем в комментах, красный и фу. Ну да, ну да. Так. И что, у нас будет проходить игра вот здесь раз, два, три, четыре, пять, десять состязаний, причем вот здесь есть стандартные состязания, вот. Они набираются случайным образом, то есть в коробке еще несколько осталось. Шесть стандартных состязаний, два отдельных и два финальных. Вот на финальные состязания желательно побольше энергии скопить. Вот это нам на все многоборье. Все, открываем первое состязание и у нас здесь... По порядку прям. Что это? А, ну это самое мое нелюбимое фехтование, да. Нет, это эстафета. Эстафета. Значит, открываем прям и смотрим, как оно проходит. Зачитывается, прям написано в правилах, что кто-то из игроков зачитывает все правила вслух. Зачитывает. В ходе этого состязания игрокам запрещено общаться. То есть молча будем делать ставки. Первый игрок, ну мы подбросили, он выпал вот так моей стороной, то есть первый игрок. Первый игрок и игрок, сидящий слева от него, тайно делают ставки, выбирают число на центральных колесиках своих контроллеров. Они одновременно потом покажут эти ставки. После этого ходят два следующих игрока, делают то же самое. После них то же самое делают, ну все, на шестерых мы не играем. Каждый игрок тратит количество энергии, равное своей ставке. Понятно, да? Каждая команда суммирует ставки своих атлетов. Команда с большей суммой ставок получает золотую медаль. Золотая медаль здесь это 4 очка. Просто больше ставок? Да, это просто ставки. Ну то есть сколько, ну тут оно просто рассчитано на то, чтобы мы потратили энергию, грубо говоря. Это стандартное состязание, но они тут такие вот просто. Ну ладно, ставки это вот по центру, да? Нет, мы с Женей. То есть смотри, сейчас я с Женей делаю ставку, потом вы с Денисом. Вот с того, как узнаете наши результаты. Исходя из того, сколько я готов потратить. Вот это, да, мы крутим? Да, я не должен видеть. Ну давай вот так. Ну желательно, естественно, потратить поменьше. Разговаривать нельзя. Точно. Какое тут максимальное? Какое тут минимальное? Все? Ну что молчишь? Четыре. Один. Вот. Теперь, Сереж, думай, сколько тебе поставить. Мне приплюсовывать надо к твоему. Они сложатся, да. Вот она поставила. Все, я молчу. Не, правила ты можешь объяснить. Да. Наши с тобой значения сложатся. А их с ними. У кого будет больше, тот заберет золотую медаль. И открывай. Два. Пять. Итого у нас получается шесть. Шесть. Ну тут написано, что в случае равенства... Нормально. Команда с большим итогом получает золотую медаль. Это что у нас? Эстафета 400 метров. Погоди. В случае ничей обе команды получают по золотой медали. То есть мы потратили поровну энергии, каждый получил по золотой медали. Все. Едем дальше. Да? Не, да, да, вот золотую. И уменьшаем на столько энергии, сколько я, правильно? Да, да, 21 у всех должно быть. Почему 21? Не у всех. Ой, шесть потратили. Все же по-разному. Подожди, я потратил... Подожди, ты свое потратил? Четыре. А я два потратил. Раз, два, три, четыре. Все правильно. Да, Денис больше всех потратил. Нет, Серега шесть потратил. Почему я два потратил? А, да, я больше всех потратил. Ты пять потратил. Я вытянут нашу команду вперед. Теперь давай ты. Поехали дальше. Гоночки на велосипедах. Они подряды так все идут? Да. Вот так вот мы будем ехать. А, ну как стадион. Да, 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 да. Смотри. Это тоже простейшее соревнование. Велотрековые гонки. В ходе этого состязания игрокам разрешено общаться. Все игроки тайно делают ставки на центральных колесиках контроллеров. Кладут так. Когда все игроки сделали свои ставки, они одновременно переворачивают свои контроллеры. Игроки с самой высшей ставкой получают золотую медаль. Этот игрок тратит количество, равное второй по величине ставки. То есть не свою ставку ты тратишь. Ага. Если ты получил за ту медаль, ты тратишь количество следующей ставки от твоей. Хорошо. Вот. После этого, если за состязание было вручено две или менее медали, игроки со второй... Ну, короче, там дальше идет распределение по серебряным медалям. Здесь во всей игре присутствует правило трех медалей. То есть больше трех медалей не дается. То есть если получена всего одна золотая медаль, то следующая ставка также оплатит предыдущее значение, получит серебряную медаль. И бронзовую медаль получает тот, кто... И платит он всегда. То есть ты платишь не свое значение, а предыдущее повышение ставки. В принципе, все понятно. Да. Тащи. Тащи, мы должны их порвать. Ну, тут еще как бы все впереди. Ну, тут еще да. Давайте. Два, четыре, четыре, три. То есть смотрите, что произошло. Сережа с Женей получают по золотой медали. Но я... Вы тратите... Три. Три. Да, по три энергии потратьте. То есть получается Сереже золотая медаль, Жене золотая медаль. Было вручено сейчас две золотые медали. То есть Денису достается серебряная медаль. И он платит две энергии. А тебе на халяву бронзовая, что ли? Нет. Нет. Все, три медали дали. А-а-а-а. Ты... Две золотых, одна серебряная. Все, правило трех медалей. Все, едем дальше. Вот теперь отдельное соревнование. Бега какие-то. Это вот я не помню. Ага. Тут выбирать надо. Карты... Стометровка. В ходе этого состязания игрокам разрешено общаться. Все игроки тайно делают выбор на правом колесике своих контроллеров. То есть вот на этом. И кладут их перед собой лицевой стороной вниз. Что здесь можно сделать? Значит, вот это значение плюс числовое. Участвовать в состязании. Сделать одновременно ставку энергии на центральном колесике. То есть вот столько потратить. Так. Или отдыхать. Не участвуете в испытании, но получаете до трех энергий. То есть вы сэкономили. Вы не побежали, получили три энергии. Вы не можете иметь более 30 энергий. Когда все игроки одновременно сделали свой выбор таким образом, они одновременно переворачивают свои контроллеры. Игроки, решившие принять участие, тратят поставленное количество. То есть вот так ты участвуешь и тратишь это количество. Либо энергии, либо вот так пасуешь. Полно получаешь три энергии. Все? Ну, о чем? Один? Четыре. Все участвуют? Да, нет, я спасал. А, ты спасал. Значит, смотри, получается Сергей, золото. Женя, серебро. Я, бронзу. Вот так. И Денис получил три энергии. Да, я здесь я набрал. Денис. Сергей. Ну, теперь можно участвовать. Чуть-чуть обожгнул. Стандартное состязание. У нас... О, вот это классная штука. Это ты придумал. Прыжки, да. Прыжки через препятствия на лошади. Короче, рассказываю. Конкур, оно называется, или конкур. Общаться разрешено. Оно длится пять раундов. Сначала нейтральный маркер ставится вот сюда. Здесь, кстати, есть символ. Можно и говорить или нельзя. Да. Кстати, первый... Вот у нас было здесь вот такой значок. Значит, первого игрока я передаю дальше по часовой стрелке. Вот так. И что? За что это влияет? Смотри. Ну, в некоторых влияет. В некоторых состязаниях. Видишь, здесь не было этого значка, оно не передавалось. Здесь тоже не важно, кто будет первым игроком. Короче. Состояние длится от одного до пяти раундов. Каждый раунд игроки, еще не вышедшие из состязания, пробуют совершить следующий прыжок через препятствия. С помощью своих контроллеров игроки тайно программируют и одновременно вскрывают свои ставки. После этого игроки, начиная с первого, и двигаясь по часовой стрелке, пытаются преодолеть препятствия, бросая зеленый кубик. Нейтральный маркер у нас. То есть сейчас будет первое препятствие. Самое простое. Игроки тайно делают ставки перед собой. Когда все игроки сделали, таким образом, они одновременно переворачивают свои контроллеры. Каждый игрок по очереди тратит количество энергии, равное своей ставке, после чего бросает зеленый кубик и добавляет выпавшее значение к своей ставке. Значит, если сумма выше или равна значению на текущем препятствии, тройке, то вы преодолеваете, то есть проходите в следующий раунд. Если сумма меньше, чем значение на препятствии, ваш прыжок не удался, и вы выбываете из состязания. Вот. Нейтральный маркер превращается вправо, и игроки, которые не выболеют состязания, продолжают дальше, то есть повышаются. Просто шестой грант. Значение повышают. Мы на этом более несколько кругов сделаем? Нет. Раз, два, три, четыре, пять раундов всего. То есть, грубо говоря, например, я ставлю двойку, кидаю кубик, четыре, больше чем три перепрыгну. Когда все препятствия преодолены, или все игроки выбыли из состязания, состязание завершено. И также по правилам трех медалей, в зависимости от количества препятствий, которые игроки преодолели. Чем больше препятствий преодолел, тем больше у тебя шансов на медаль. Понятно. Вот этими отмечать преодолел, не преодолел, никак понять. Нет, ты просто выбываешь, то есть джойстик переворачиваешь, и больше типа не участвуешься. А сколько ты прошел, надо же отмечать. Ну вот, у тебя есть счетчик, вот здесь. Вот оно отмечается. Сейчас мы перепрыгнем через это. Нет, ты джойстик... Да, как понять, сколько ты препятствий преодолел? Когда последний игрок вылетает... Нет. Каждый игрок как должен для себя отметить, на каком он вылетел. Вот это вот разве что-то. Вот и вот, есть счетчик, на нем можно. Состязание завершено. Игроки получают награды по правилам трех тимдалей, в зависимости от количества препятствий, которые они преодолели. Ну как вот, у тебя есть счетчик, ну здесь... Ну да, 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 вот сейчас на ноль ставьте у себя, да и все. Хорошо. Все ноль у нас. Тройку надо, да? Потом четверка, потом двойка, то есть вот это среднее самое простое, на самом деле. Да. Ее можно за ноль пройти. Угу. Я ставить буду шесть всегда. Красавчик. Значение на кубике здесь просто в Д6 есть. Да, я уже посмотрел. Все? Да. Один, два, у тебя... Один. Пробуй. Два плюс... Ну то есть тебе единичку на самом деле хватит, то есть ему можно не кидать. Ну, две энергии потрать. Двадцать один, двадцать один. Да, Серега, у тебя сколько? Ноль. Ну давай, троечку выкинуть. О, прошел. У меня один. Прошел. Трик есть. На тоненьком. А ты вот нет. А ты нет, извини. Ну это я! Ну просто, ну... Ноль. А, все это выбываешь, да? Да, я выбыл. Мы по одной, мы поедем. Еще я одну энергию потратил, дурак. Так, там четыре. Четыре. Сколько там? Четыре уже посложнее. Четыре, ну ладно. Тут вообще шестерка в конце. Серега, давай! Должен золото взять. Давай. Давай. Два... Ноль! Серьезно? Ну ты рисковый парень. Ну прикольно. Пять. Прошла. Два. Две энергии потратить только. Технически нет. Не прошел. И три я тоже не прошел. Ну и что, получается... Ты не прошел, надо больше. Там четыре надо. А, у меня четыре, у меня три. Пробуй дальше. Два энергии. Раз, два. Да, ты можешь дальше. Ставь просто, не ставь. Ты одна осталась. А все, смысл? Она в любом случае золото получит. Не, ну интересно, сколько она проскочит. Ну, просто ноль ставь. Сейчас два. Сейчас ноль ставь. Смысл? Ты там... Два срезала? Да, я убрала. Ну все, ставь ноль и кидай просто куб. Да, на удачу. Два шла. Дальше. Все. Не прошла. Получается, что? Женя получила золото. Да. Вы оба одновременно вылетели, да? Да. По серебру. Мы по серебру. А я ничего. Серебро. Давай, давай ты, чтобы один человек отъел. Все, серебро, серебро получили. Следующее. Поехали. Прикольно. О, прыжки с шестом. И-а-а. Опять то же самое? Практически. Разговаривать нельзя. О, класс. Ну, не то же самое. Гольф, гимнастика, тяжелая атлетика. Комплексно. Прыжки с шестом. Поместите нейтральный маркер на ячейку рядом с цифрой 9. На карте состязаний, да. Все игроки тайно выбирают один из вариантов на правых колесиках своих контроллеров и кладут их перед собой лицевой стороной вниз. Одновременно так. Тут есть варианты прыгать. Потратьте столько энергии, сколько указано на позиции нейтрального маркера. 9 энергии. Если хочешь попытаться прыгнуть. Так. Либо ждать. Вы ничего не делаете. Если никто не решается прыгнуть, переместите нейтральный маркер на одну позицию вниз, и все игроки вновь переходят к программированию. А-а-а. Если один или более игроков решают прыгать, они тратят столько энергии, сколько указано на позиции нейтрального маркера, и получают медали в соответствии с правилами трех медалей. Далее. Если вручено менее трех медалей, сдвиньте нейтральный маркер. Ну, короче, кто решил прыгать, получают медали, если настроя, грубо говоря, там, все получат по золоту. Нет. Все, и закончится состязание. Нет, смотри, ты не понял. Вот, например, 9. Она решила психануть, она прыгнула, все остальные не прыгнули. Она получает золото автоматом, вы спускаетесь ниже, и пошли, мы втроем остаемся, и нам уже только серебро достанется или бронза. Если бы вы выбрали ждать, когда нейтральный маркер находился на нижней ячейке, вы не получите медали, когда состязание завершится. Состязание завершается, когда вручены все три медали. Вот. Ну, я думаю, никто, и не идиот, да, и не будет прыгать, как бы, на девяточку. Шею сломать там. А, разговаривать нельзя, да? Да, тихо. Блин. Низ психанек, наверное. 0, 0. А, ну все на С, да? Ты прыгаешь? Да. Серьезно? Ну, трать 9. Пусть. 10 или что там? 18, 9. Потратил, получил свое золото, молодец. Да. А мы дальше покрутим. А, дерусь. Сколько там? 7. Пока можешь это... А, нельзя. Молчи! Надо оценивать чуть-чуть. Молчу. Че там? А, серебро это у нас, кстати, что? Что? Два очка серебра. И бронза одну очку. Да. Золото 4. 5 теперь. Надо. Если прыгнуть, то 5. 5 энергий потратишь, да? Я жду. Все ждут. Что ж вы за сакуны-то такие? Прыгай! Уж за 3-то. Сейчас все прыгнут. Спорим. Сейчас просто тот, кто не прыгнет, останется без медали. Молодец. Серебро. Сейчас, сейчас, прикинь, если они двое прыгнут, все равно одну медаль получат. Им надо договориться. А тебе, если никто не прыгнет, никто ничего не получит. Да, Сережа, красавчик. Хорошо, что вдвоем не прыгнули. За одну энергию. За одну и бронз. За одну одну очку, он нормально. Я считаю, нормально. Да, нормально. Следующее. О, стрельба из лука. О, кубы кидать. Да. Можно разговаривать. Разрешено общаться, контроллеры не используются. Класс. Начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке, каждый игрок делает по одному ходу. Свой ход бросьте с синий, зеленый, желтый, красный кубики. Кроме белого все. Бросаются. После этого вы можете заплатить одну энергию и перебросить один кубик по своему выбору. Вы можете сделать это сколько угодно раз, каждый раз тратя энергию. Если вы больше не можете или не хотите стрелять, бросать кубики, поместите свой маркер на число, соответствующей сумме всех выпавших на кубиках результатов у себя на шкале очков на планшете атлета. Ого. И передайте кубики игроку слева. Ну и собственно, когда все отстрелялись, состязание завершено. У кого больше, там медали распределяются. Кто первая, она? Да. Ты первая. Бросай все четыре кубика. А после него передастся? Да. После этого состязания передается первый игрок. Бросай. Смотри. Минус два. Семь на три. Ты можешь перегибать. А что перебрасывать можно? Любые кубики. Тут есть ничего, видишь. Любой кубик перебрасывается за одну энергию. Нормально. Этот D6. Здесь максимальная четверка. Вот этот можешь не перебрасывать, это максимум. Это среднее значение. Здесь минусы. Максимальный минус на этом минус три. На этом минус три. За одну энергию. За одну энергию можешь перебросить. Здесь есть нулевые значения. Тратишь энергию, бросаешь. Еще тратишь, еще бросаешь. Сколько хочешь. Один или два. Один. Если в ноль, то можно и остановиться, почему нет. Вот. Итого получается у тебя семь. Пять. Устанавливаю здесь пятерочку. Сережа. Просим. Я еще мой решающий выставок. Я тих. Все, все, все рероли. Энергию экономим. Там в конце прикольный будет тэквондо. Будем махаться энергией. Сережа. Минус четыре. Ну он пока в минус один. Ноль. Минус один. Минус один. Ну давай перебросим. Вот здесь, кстати, на желтом больше вероятность. Да я понял. Пустое. Ну давай. Потрачу. Перекину желтый для начала. Я буду перекидывать. Да оставь, я же в конце еще. Нет, я буду перекидывать. Да ты запарил. Экономь энергию. Нет. Да мой бросок еще. Это же стрельба. Смотри, тут три. Д шестой кинь. А, давай, кстати. Д шестом самое плохое. Да. Шесть. Да ты запарил. Кидай нормально. Все что ли? Давай еще, ладно. Одну потрачу еще. Д шестой кинь нормально. Давай. Смотри, мы сравняли с Серегой по энергию. Смотри. Ты запарил три единицы подряд. Кто тебя так из лука учил стрелять? Ты в ногу себе стреляешь, шокстись. Все, 0. Блин, давай. Ой, Сережа. Ну ты хороший. Нет. Пять. Минус два. Три. Три. То есть у тебя пять, у меня три. И Фил будет сидеть там усераться, что-нибудь делать. Давай я все-таки, я же психопат. Я одну все-таки перекину. Вот эту. Да у тебя уже восемь. Нет, до шестой кинь. Да нормально, пусть кидает. Не, нормально, остановлюсь на трех. Да, не надо. Нормально, три но. Давай, научи. Чары. Ну, неплохо. Четыре. Вот, у тебя серебро. Хочешь забирать? Нет, хочу золото. Красиво. А, ну тебе надо, тебе надо два кубика перекинуть. Нет, три кубика надо перекинуть, чтобы было у тебя. Подожди, сейчас вот этот сначала кинем. Было три, стало шесть. Вот. Ну, все, золото. Все, золото, пожалуйста. Подожди, это восемь. Восемь и с один семь. А, ваши не складываются командные? Нет. Каждая за себя стреляет? Да. То есть у нас серебро и бронза. Первая бронзовая медаль. Да, у меня золото. А где золото забирать? Все, вот так. Четыре. По четыре золота. Стандартное у нас плавание. А, ну тут просто, короче, выставляете... Короче... Говорить нельзя. Умножать друг на друга надо. Они умножаются. Да, то есть наши значения умножаются друг на друга. И у кого будет больше, тот возьмет одна золотая медаль только. И разговаривать нельзя. И разговаривать при этом нельзя. Громный контроллер. Я желтый? Я не знаю, я от него выкинул. Все? Угу. Пять. Девять. Ты чё, дурак? Ты ж без энергии остался. Но у нас сорок пять. У меня один будет. У вас двенадцать. Минус пять. Ну, одна золотая медаль вам ушла. Да? Да. Ну, ты пловец, конечно. По плаванию. Выложился по полной. А первый игрок, кстати, передавался. Да, у Сережи. Сейчас у Сережи, да. Здесь, смотрите, можно покопить энергию в волейбол. Я знал. Здесь тоже одна медаль. Но здесь значения складываются. Вы выбираете, если вы решаете участвовать, то вот эту. И значения выставляете, которые вы хотите тратить. В вашей команде складываются очки. Сравнивайте с этим. Да, да, да. Сейчас, подожди. Давайте сейчас уточним, как это у нас там. Волейбол, да? А, это отдельное, отдельное соревнование. Пляжный волейбол. Все игроки тайно делают ставки. Участвуют, сделают одновременную ставку на центральном колесике. Не участвуете, получаете три энергии. Игроки, решившие принять участие в состязании, тратят поставленное количество. Каждая команда суммирует и... Да, всё. Что? Ничего. Да не... Разговаривать нельзя. Ну, это невербальное общение. Ладно, всё, молчим. Три. Все спят? Да. У меня за три энергии взял золотую медаль. Так, это... Волейбол поиграл сам. Сам понабивал. Сам собой. Ну что, два финальных у нас? Давай. Тадам! Фехтование! О, интересное, наконец-то началось. Запрещено общаться. Поместите нейтральный маркер в ячейку 0 карты состязаний. Вот сюда. Значит, смотрите. Все игроки тайно делают ставки на центральных колесиках. Когда все игроки... Начиная с... Так, когда все игроки сделали свои ставки таким образом, они одновременно переворачивают. И начиная с первого игрока, каждый игрок тратит поставленное количество энергии и бросает кубики в соответствии его ставке. За 0 энергии вот эти кубики... За 1, да, все нарисовано. Матерингу бесполезно. Если вы поставили 4 или более... Слушайте. За 4 или более энергии вы можете перебросить по 1 кубику за каждую единицу, на которую ваша ставка превышает 3. То есть, если ставишь 4 энергии, то можешь перебросить 1 кубик. Ставишь 5 энергии 2 кубика. После того, как вы завершили броски, суммируйте все результаты и поместите свой маркер на соответствующую ячейку шкалы очков своего планшета-атлета. После того, как все игроки завершили свои броски, суммируйте результаты всех атлетов каждой команды. То есть, это командное именно. Если сумма вашей команды выше, чем у оппонентов, переместите нейтральный маркер на ячейку своей команды. Если он уже там, ваша команда победила. То есть, нужно дважды победить соперника. Вот эти будут штуки перемещаться сейчас по центру, а потом все. И золотая медаль здесь одна за это состязание. Ну, погнали. Все, да? 5, 4. Первый игрок кто? Сережа? Ты 2 поставил? Да. Ну, ты бросаешь с минусовыми. Почему зеленый? С зеленым я просто кидаю все. А, тут красный минусовой, а тут еще и желтый и красный минусовой. Понятно. Лучший, просто лучший. 1 поставь. Я поставил 4, я кидаю 2. Сейчас перебрую. А 2 отрачу, да? Да. 4 сразу трачу. Ох, рожь. 6. И вот этот переброс. 9. 9. Молочь. Давай я отмечу, что у меня 9. У меня за 3 без перебросов. 7. Да мы срали этот раз. 3 надо потратить. Ну, тоже 9. Или я тратил. Все, оставляй, ничего не надо. А, у тебя просто 3. У тебя 3? У меня. У него 5. Ты можешь 2. Ваша, ваша. Все, оставляй, это максимально. Ваша, ваша, ваша. Вы синяя? Да. Вот еще раз побеждаете и все. Все, рожь, я на 4 поставил. Все, все, идите, побеждайте. Все, все, идите, побеждайте. Последнее состязание. Ну, тут Сережа со своими единицами. А что, у меня 0, все, я не участвую. У меня 0 энергии. О, баскетбол. У меня 0 энергии. Нет, ну ты не можешь больше 0 ставки делать, все. Ты устал. А тут ставки есть какие-то? Да. Сейчас смотри, просто грамотно. Это у нас баскетбол. А, тут болтать тоже не надо. У Сережи нет. Да, запрещено общаться. Первый игрок получает жетон баскетбольного мяча. Кстати, передавали здесь, да? Или здесь не надо передавать первый мяч? Нет, не надо. На, пофиг. Филипп, а если С поставил, то ты этим становишься сразу? Радугой. Да, слушайте. Первый игрок получает жетон баскетбольного мяча. Ну. И размещает его перед собой. Нейтральный маркер на каждую ячейку 0 в верхнему углу. Да, вот здесь. Ага. Это счет каждой команды на начало состязания. Игрок с мячом. И все игроки противоположной команды, то есть Сережа и вы вдвоем, программируют один из следующих вариантов. Когда все игроки сделали свой выбор, таким образом они одновременно переворачивают свои контроллеры. Игрок с мячом. Может либо сделать бросок, либо передать пас. Игроки противоположной команды могут попытаться заблокировать бросок или перехватить пас. Игроки из команды держателя мяча не программируют. То есть я не программирую. Итак. Верхняя вот эта вот, то есть треугольничек вот этот. И ставка. Это бросок. Либо блок. Бросок в кольцо, либо блок. Игрок с мячом делает бросок, кидая зеленый кубик и добавляет результат к сделанной ставке. Этот результат сравнивается с результатами всех игроков, блокирующих бросок. То есть кто выбрал вот эту вот штуку. Ага. А мы кубик не бросаем, который блокирует? Бросаете. Ну дай-то читаю. Если сумма результатов бросающего хотя бы на три выше, чем у всех блокирующих... А, вы не бросаете. Да, только он бросает. Если сумма результатов бросающего хотя бы на три выше, чем у всех блокирующих, он забивает и нейтральный маркер его команды перемещается вправо на одну ячейку. В ином случае бросок неудачен и ничего не происходит. Все игроки тратят количество энергии равное ставке. При любом результате передайте мяч игроку слева. Вот сюда. Пас плюс цвет. Пас плюс цвет. Вот здесь выставляешь цвет. Либо перехват. Игрок с мячом пытается отдать пас игроку, цвет которого он выбирает на центральном колесике своего контроллера. Ну, то есть желтый тебе надо выбрать, чтобы пас мне отдать. Центральное колесико это вот здесь. Вот здесь цвет. Да, да. Тут только 4 цвета. Игроков может быть 6. 6 видов цветов. А, да, да, да. Игроки противоположной команды, выбравшие перехват паса, бросают белый кубик по очереди, начиная с игрока, сидящего ближе к держателю мяча по часовой стрелке. Первый, у кого на кубике на белом выпадает вот это, перехватывает мяч, и броски кубиков прекращаются. Перехвативший мяч игрок получает мяч и кладет его перед собой. Если никто не перехватил мяч, пас считается успешным, и мяч получает игрок, которому был направлен пас. Любой игрок, который программировал блок броска, во время паса должен потратить поставленное количество энергии. После этого соответствующие игроки вновь переходят к программированию. Ну и до золотой медали, то есть, влажный. Понятно вроде все, да? Да, я ничего не программирую. А, а, я здесь! Ну ладно, допустим. Готов? Да. Мне перехват. Ага, ты даешь пас. Он дает пас. Кому? Желтому? Тебе. Мне. У тебя с перехватом 5? В смысле 5? Просто перехват. Просто перехват. Ты кубик кидаешь. Бросай. И что? Нужно... Да, вот это. Перехватил. Вот, говнюк. Ну, долго бы мы играть, я чувствую? Ну, последнюю, может быть, да. Ну, все? Все? Жень. А, а что Женя? Женя же не ставит. А, мы с Сережей, да? Да. Перехват. Давайте. А у тебя что? Пас. Пас красному. Да, пас красному. Не получилось. Сережа перехватил. Инициативу в свои руки. Блин, это долго будет, я чувствую. Просто... Давай, мочи. Ну, это финальное состязание. Забивай. Забивай, но он с нулем энергии не забьет. Ну, почему забьет? Нет. Если вы все поставите перехват паса... Он, что же он будет зелененький бросать? Зачем? А, чтобы в кольцо попасть. Чтобы в кольцо попасть. Да. И что это должно быть? Значения должны на зеленом кубике у тебя быть больше их ставок вдвоем сложенных. Тогда ты забиваешь. Это если они тоже вот это выберут? Да. Да. А если выберут перехват паса? Добавляет результат к сделанной ставке. Этот результат сравнивается с... Ну, если они все ставят перехват паса... Ну. Тогда ты просто забиваешь. Нет. И он просто кидает ему на больше трех. Почему больше трех? А если сумма результата бросаешь хотя бы на три выше, чем у всех блокируешь? А, то есть это у нас, грубо говоря, ноль. А если они не блокирующие? Ну, тогда все. Тогда у них ноль. И мне все равно три надо кинуть? Да. Так они не блокирующие. Если сумма результатов бросающего хотя бы на три выше, чем у всех блокирующих, он забивает. Давай. Давай, давай, давай. Чего тебе давать? Все. Бросай по корзине. Единичку ставишь на блок и все. Хотя тебе надо само забивать. Ну, у меня пас есть. У меня, естественно, перехват. А он бросает. Бросает. Вот я бросаю. Все. Ты бросаешься. Я на три выкину. Давай. Игрок с мячом делает бросок. Кидает зеленый кубик. Добавляет результат к сделанной ставке. Этот результат сравнивается с результатами всех игроков. Блокирующих бросов. Ну, ты же видишь, что у них должны быть ставки тут сделаны. То есть они получаются не блокирующие игроки. Они должны выбрать... Ну, все. У них ноль, значит. Но тебе на три же надо выше все равно бросить. Ну, ладно. То есть это не автоплодор. У них нет ставок, да. Ну, знаете, единичку. Это не автоплодор. Ну, по кольцу там можно промахнуться, логично? Единичку. Да неужели? Что, мяч у меня остается? Ну, да. При любом результате мяч передайте игроку слева. При любом результате. Слева. Слева, да. Да, у Дениса мяч. А, я же могу у тебя дать. Да. Да. Ну, ты не будешь. Пять блок. Ну, это... У тебя ноль. Пять. Я в смысле пас был. Пять блок. У тебя ставка ноль? Да. Ну, бросай. У меня нет энергии. Алё. Чё? А хера ты пять? Я не знаю. Я не понимаю вообще. Ну, тупанул. Мяч передать. Ну, блин. Давай, ты знаешь, что делать. Я знаю, что делать. А ты чё? Я внимание отвлекал. Блокирую. Да нельзя говорить. Красавчик просто. Семь. Молодец. Пять потрать. Нет, она... Переход. А, серьёзно? Ты... У тебя чё-то? Естественно. А, кидай. Жалко, что я единицу всего вложил. Кидай, 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 кидай. Кубик кидай. Ну, то есть, мне надо сейчас выкинуть два. Что я один поставил. Почему два? Я один вложил, оно добавляется к броску. А, да, да. Всё. ГГ. Чего ты не блокировал? Трёхочковый. Скажи, пожалуйста. Трёхочковый. Ну, всё. У нас тут золотых медалей семь. Такая в смысле, кто побеждает? Перемножается. Теперь смотри. У них пять золотых медалей. Каждая... Ну, то есть, это 20. 20. 28. 29. 29. У нас 28, 32. 32, 29. Ну, нормально. Ну, интересненько. Давай посмотрим на другие соревнования. Необычно как-то, как минимум. То есть, вот это... Не, прикольно. Некоторые прикольные. Некоторые, видишь, они рассчитаны просто, чтобы ты энергию слил. Да. Они рассчитаны на полную партию. То есть, если ты здесь вложился слишком много... Баскетбол, он просто долгий. Но и удерживать при этом энергию до конца, чтобы там... Вот это прикольно. Тут прикольно было фехтование, она мне выпала, я вот хотел. А вот, тхэквондо. Тхэквондо. Ты, короче, выбираешь игрока, которого будешь бить. Ну, естественно, не своей команды. Вот, и вкладываешь энергию в бросок. И если тут, короче, вот, видишь, ставку делаешь, тратишь столько энергии. И вот, получается, если ты выбрал B, то, вот, выбираешь цвет игрока, которого бьешь. Ну, если хотите, я все правила прочитаю, тхэквондо. Вот инфографика, да? Тайно делают ставки. Помещают свои маркеры на соответствующие ячейки шкалы очков своих планшетов атлетов. После этого игроки тайно делают выбор на правых и центральных колесиках своих контроллеров, кладут так. Цвет плюс атака. Цвет на вашем центральном колесике определяет, на какого игрока вы нападаете. Этот игрок должен сдвинуть маркер на своей шкале очков назад на две ячейки, если только он не выбрал блок. То есть он может выбрать блокировать, и если заблокировал, то ты, если его бил, теряешь энергию. Вот, либо можешь ждать, ничего не делать. Вот, игрок выбывает из состязания, если его маркер на шкале очков доходит до нуля или опускается ниже. Ты заранее ставишь энергию, которая у тебя вообще есть. То есть она здесь не тратится после этого соревнования. И в этом соревновании важно, чтобы у тебя много было накопленной энергии уже. То есть ты всю ее вкладываешь, она не тратится, и этой энергией распоряжаешься. Че там еще? Кручение, верчение. Здесь просто говоришь слух. Либо три, либо четыре ставишь, либо ничего. И в команде складываетесь. Ну, это так себе. Ой, да вы проиграли. Вот, гольф прикольный. Гольф прикольный. Вот был бы гольф, мы бы вас выбрали. По-любому. Гольф. Тайно делают ставки на центральных колесиках и кладут контроллеры перед собой. Тут, короче, смотри. Ты бросаешь, получается, кубик. И от своей ставки, вот, например, пять. Это значит, что я могу вот сюда разместить маркер. На пятерку, вот, в пятую лузу. Переместите маркер на своей шкале очков на одну ячейку назад и бросьте зеленый кубик. Поместите нейтральный маркер на ячейку вашей команды, соответствующую выпавшему на кубике значению. У каждой лунки есть две ячейки, то есть по одной для каждой команды. Если на ячейке, куда вы должны поместить маркер, есть маркер вашей команды, вы можете увеличить или уменьшить число выпавших на кубике, сдвигая свой маркер на соответствующее количество ячейок. Число на кубике... Побыстрее заполнить ячейки. Не может опуститься ниже нуля по шкале. Если опускается ниже нуля, то ваш ход закончен. Короче, кубыки мы метаем, нужно побыстрее... Во все ячейки попасть желательно. ...заткнуть ячейки. Да. Но прикольно, что здесь они разнообразные, на самом деле. Это что, бэйн? Это допинг-контроль. Допинг-контроль, сейчас скажу, это у нас что? Промежуточная, да? Только первый игрок, и игрок, сидящий слева от него. Остальные игроки не участвуют, но могут давать советы. Два активных игрока тайно делают выбор на правых колесиках своих контроллеров, одновременно вскрывают свои контроллеры. Примените эффект выборов, после чего состязание завершается. Тут, короче, можно допинг взять. Если другая команда не выбрала обвинить, распределите по 6 энергий между игроками своей команды. Либо отдыхать. Распределите до 2 энергий между игроками своей команды, так как считаете нужным, у игрока не может быть больше 30. Либо можно обвинить. Да, либо не дать кому-то заработать. И ты ничего не заработаешь, золотую медаль убирается. Если тебя поймали, да, вот, обдопинг. Если другая команда выбрала обдопинг, они теряют одну из своих самых ценных медалей. Если она этого не сделала, никакого эффекта. Медали не выдаются. Ну, то есть подрезать можно медаль у соперника. Если кто-то решил навариться энергией, то можно у него срезать медаль. И не дать ему энергию, грубо говоря. Неважно, был допинг или нет. Это проверка на жадность, тупо, да. Надо всегда обвинять. А он может, типа, ага, тот меня в любом случае обвинит, а я пойду вот сюда и две я просто возьму. Да, ну прикольно, что разноплановые. Да, они разноплановые. Это все дели, блин, сами придумывали. Все, тогда давайте тогда... Сергей, твое мнение об игре. Ну, прикольненькая такая. Сколько? Шесть игроков? Четыре или шесть. Я думаю, в шестером она поинтереснее. Прикольная такая пати, необычная. Не сказать, что прям веселье-веселье, но блеф такой тут есть. Такой mindgame. Спушила. Перехитрить. Плюс иногда можно совещаться с командниками, иногда нельзя. Ну, так, да. Мы хоть совещали, хоть не совещались. Нас не помогло. Не, ну мы не так много ставим. Не, понимаешь, тут не только распределение. Энергии, еще кубик. Это одна путь, серебряная медаль. Кубик. Да, тут блеф. Просто в конце с этим баскетболом я пришел с нулем и... А я тоже пришел с нулем, чисто в пас сыграл там и все. Молчаливое вот это вот взаимопонимание. Здесь блеф и push your luck. Что я тебе говорю? Проверка на жадность, проверка удачи. Так, давайте гоночки. Итак, продолжаем играть в 8-bit box. Сейчас у нас игра outspeed, скорость, такие постапокалиптические гонки. Поехали, играем вчетвером. Итак, нам нужно будет пройти 12 участков нашей трассы. В конце игры, когда мы пройдем финиш, победит тот, чья машинка уедет дальше. И также здесь можно вылететь еще и в процессе гонки. Смотрите, когда у нас пересекает кто-то, вот этот крайний, да, у нас добавляется следующий, а последний улетает. Кто на нем находится, вылетает из гонки. Либо ты вылетаешь, если у тебя закончится топливо. Смотрите, как проходит игра. Собственно, у нас сначала идет этап программирования. Ну, вообще, сначала этап наград, но в первом раунде он пропускается. Этап программирования. Вы выбираете на своих контроллерах один из вариантов доступных. Что здесь бывает? Ну, не самый лучший пример. Здесь бывают ограничения по проезду. То есть, если несколько игроков выберут этот путь, если они укладываются в количество игроков, то вы проезжаете оба. Если вас больше, то не проезжает никто. Вы просто пропускаете все, что ниже. Здесь у нас, то есть, если выберем D, здесь минусов нет. Вот у B есть минус. То есть, надо потратить 5 энергий, чтобы по этому пути поехать. 5 топлива, да. Но поедешь аж на 7. Последний этап, это этап наград. Можно либо выбрать вот этот вариант. Ничего не потратишь, получишь один бонус. Вот отсюда одну случайную награду, там разные бусты. Там прикольные. Либо можешь поехать 2 умноженное на количество игроков, которые выбрали B. Получить, не поедешь, а получишь столько энергии, столько топлива получишь, сколько игроков выберут вариант B. То есть, кто решит рвануть? А вот это что за семя арочка? Вот это вот это вариант. Это ничего, это просто. Нет, вот семя арочка. Это не важно. Ничего, это просто элемент такой дизайна, да. Понятно. То есть, здесь никто не выберет 0 получше? Ну, на 7 рвануть это мощно, конечно. Да, Филу. На B надо. Надо. Я поеду на B. Отвечаю. Все? Отвечаю? Отвечаю, нет. Тогда D не ставлю. Хорошо, не ставь. А Женя видела, что я поставил. Надо передумать. О, давай вот так, как Вова любит. А тут нет четвертого варианта. В итоге вот так вот выйдет. Ну да. Такой камень, ножницы, бумага. Все, поехали. Да. Я бонус выбрал. Взял. А, там как, берется два? Серьезно? Из них выбираешь один? Схихопаты. Мы вырванули? Мы в гонке или в чем вообще? Потрать типа 5. То есть, у вас вот так большое топливо уходит. Да. Поехали на 7 оба. Мы с Деном стоим и взяли бонус. Из бонусов выбирается один. О, ну, нормально. Пока! Ой, этот поднис. Это временный эффект. А что, как два берете и один из них выбираешь? Все. То есть, вскрытие, да, исполнение программы, вскрытие. Теперь награды. Тут у нас выходит. В эту фазу каждый участник гонки может разыграть одну из своих наград, применить ее эффект. Эффект и наград у меня два топлива взял. Слабак. На ты что? Будешь играть? А я не могу играть. Все, тогда следующее у нас. Вот. Здесь сможешь проехать только если вдвоем поедешь, я так понимаю. Нет. Если ты поедешь один, то делаешь вот это. Если поедешь вдвоем, то теряйте. Цвет, видишь? Цвет, цвет. Рамка. Совпадение. А, да, 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 да. То есть, если один поедешь, то поедешь на три. Медок. А если вас вдвоем и больше, то просто потратили по топливу. Просто по... Да, ну, в бомбой. Еще кто куда поедет. Давайте решим. Да. Нас четверо. Да, да. Все не будем договариваться, не? Нет, так не интересно. Ну, пошли вы. Реши мы сейчас. Я тебя решу. Денис за бонусами пойдет. Да, у меня уже один есть. Я еще подумал, конечно же. Давайте. Б. Есть Б в кого? А я рванул. На три. А что, тебе плохо, стыль? Мы поэнам энергии потерялись. Раз, два, три. Женя поехала на один. Ты красный? Здесь один. И бонус бери один. Убирай. Если не помнишь, вот описание тебе. Паролися. Ну, рандом. Тут чисто рандом. Да ну, клево. Давай, вот это. Весело. Да. В закрытую держи. Че там? Да, я использую. А, я хочу тоже бонус использовать. Поехала на один. Всего-то. А теперь я использую бонус. Магнито. Лидер на минус три. Остальные все на два. Раз, два, три. Раз, два, назад. Я вас к себе. Он просто чуть не отвалился. Сейчас бы переехали, а Дэнчик вышел бы. Я нет, я на месте. Ну, я их типа к себе примагнитил. Да, да, да. Кудэээ, ну, бруто. Так, поехали. Вообще под низ. Короче, Дээээ, здесь могут поехать только двое. Не больше. Не больше двух. Или ровно два. Нет, не больше. Не больше двух. Не больше двух. Дэнчик вышел бы. Каждый из них потратит одну энергию, получит, бросит вот этот кубик и поедет на столько, на сколько на кубики. Аааа. Вот это, вот этот поедет на столько, а не столько энергии, сколько выбрал АД. А вот этот поедет на одну и возьмет один бонус. И один бензин потратит. И один бензин потратит, да. Бензин. Рам-дам-дам. Там-тарам-тарам. Хм. 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 Ну, почему бы и нет. А бензин нам все равно тратится, не помнишь? Где? Если столкнулись? Да. По-моему, да. Сейчас. Да, он на Б поедет. Я знаю. Да, количество силуэтов игроков в этой строке показывает, сколько кораблей могут пройти по данному шуту. Если при вскрытии контроллеров количество кораблей выбравших меньше или равно количеству силуэтов, все выбравшие их, да, маршрут, при вскрытии контроллеров больше выбравших и не тратят топливо, не получают награды и не перемещаются. А, просто врезались? Да. Просто? Да, я туда. И я туда. Ну вот мы врезались, а она получила аж три топ-риложения. А, три топ-риложения. И все. Ну, зато никто-никто не поехал. Да. Идиоты. Бараны. Что, кто на этот? На ты? Кто самый храбрый? Я поеду. Тут все понятно, по-моему, да? Да. Ну, все то же самое. Денис поедет. Я поеду. Один. Да? Умный такой. Ну, врежемся. Нет, тоже туда. Ну, врежемся. Вали. Ну, давай, отчего. Вали. Окей. Ты серьезно? Да. Ну, дурак. Тебе хотя бы не да. Ну, мы с тобой в жопе. Ладно, все, давай. Пусть хоть один вырвется. Видел? Реально? Конечно, реально. Ну, трать два топлива, а едь на пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все остальные по одному топливу и на три. Трачу. Раз, два, три. А, мне надо ехать. А, мне надо ехать. Ну, понятно все, да? Ну, все, я вроде не впоролся. О, два пути. А, ну, понятно, куда фиг поедет. Ну, да. Мне надо топить. Ну, вот так. А тут не едете, вы просто получаете энергию и топливо. А энергию и вот эту. Да, и бонус. Звездолинку. Бум. Потратил на три. Раз, два, три. Потратил. Бум. Все остальные тоже едут просто? Нет. А, подожди. Поехала? Ты что там берет? Мне одну энергию. Раз, два, три. И беру две. Да, раз, два. Где, что значит? Читай, да. А мы пока дальше поедем. Да, да, да. Да, да, да. Ох. Четыре минус количество игроков, выбравших этот же самый путь. Да. Давайте по два разделимся и поедем. Да, тут нам надо договариваться. Ну, это логичнее всего. Кто куда поедет? Ну, тут не важно. Да, ну, Д, допустим. Я на Б тогда пойду. И он на Б. Все, я на Д. Прям в открытую? Да. Можете передумать в закрытую. Ну, в смысле, Д, Д. Это будет не выгодно никому. Сейчас. Так, вот это скидываю. Сейчас он бонус выберет. Ну, кроме одного. Короче, Сереж, рассказываю. Здесь два одинаковых пути. Ага, да. Два одинаковых пути. Ты будешь бонус использовать? Четыре минус количество участников, которые выбирают. Сейчас надо бонус использовать? До того, как мы выбираем этот, да. Вот это силовое поле. Поместите жетон силового поля в зону со своим кораблем на игровом поле. Если корабль попадет в зону с силовым полем, он останавливается. Неважно, двигался он вперед или назад. Ты что, меня хочешь подловить? Да. Фазу, так. Если в зоне с силовым полем есть хотя бы один корабль, уберите все жетоны из этой зоны. Ну, тебе надо было подождать, пока ты вырвешься подальше. Да, так ты только меня заблокируешь. Ты только его заблокируешь. Почему? У тебя тоже. Только меня. Только когда заходит. Я уже здесь. Нет, подожди. А зачем? Ну, Женя пока что в лидерах едет. Зачем тебе сейчас его ставить? Его ставит лидер, чтобы осадить тех, кто за ним едет. Да. Сейчас сзади только я. Пока бесполезно. Либо выбери другого. Давай. У меня одна она. Так. Другого варианта не было? В смысле что? В смысле? Ну, у меня один она. Ну, перевыбери. Ладно. Так. Что там у нас? Если выбираю это, трачу и там трачу, и там трачу. Они одинаковые. Но ты поедешь 4, минус количество игроков, которые выберут этот же маршрут. То же самое. Да. Здесь то же самое. Мы смотри, мы договорились так. Мы с ней на D едем, вы на B. И ты с ними едешь, а я еду по B. Хорошо. Вы вдвоем на B, а мы на D. Хорошо. B. На D. D. B. Все. Не мог мне подыграть, что ли? Все потратили одну энергию и на 2 поехали. Двигайте сами себя. Тебя уже подвинули. Это на 2, да? Да. Тут ничего не поменялось, по сути. Ну, да. Ну, да. Так. D. Заодно топливо на 1. Здесь B. Тратишь энергии. Сколько выпадет на желтом кубике? Плюс еще одну и едешь на 3. Желтый минусовой. А, ну да. Не очень. А, желтый минусовой, да. Ну, нормально. Надо рисковать, я считаю. Так подожди. Нет, если 2 выпадет, то будет 2. Это минус. И плюс 1. Минус 2. Выпадет минус 2. Еще 1, минус 3. Еще плюс 1. Минус 3. Минус 3. А, минус 3. Ну, математика такая. Да. Да. Много топлива можно потратить. Да, можно. Либо можно одно потратить. Да. Либо впороться. Либо впороться. Либо впороться, потратишь 4. А, ну на 1 он снижает значение кубика. Да нет. Да, да. 3 плюс 1, минус 2. Да тут не минус 3, блин. Тут плюс и минус. Да. Ты минус убираешь. Ты хочешь сказать, если здесь выпадет пустое, тебе дадут одно топливо? Эти символы появляются, когда вы применяете эффекты карты гонки, бросите соответствующий кубик, чтобы определить его значение. Каждый игрок, на которого действует этот символ, бросает кубик за себя. Когда вы бросаете желтый кубик, чтобы определить, сколько топлива потребуется потратить на маршруте, на кубике всегда указывается количество топлива, которое нужно потратить. Независимо от того, стоит цифровой плюс или минус. Да, по модулю. То есть, вот так это 2 плюс 1, 3. Да, да, да. Вот так 3 плюс 1, 4. Здесь много пустых граней вообще? Да. Половина. Половина. Здесь 50 на 50. Давай. Либо четенько 1, 1. Б. Б. Д. Аккуратненько понял. Давайте я там начну. Давай. Давай, начинай. Ну, я поеду пока. Да. Заодно топливо на 3. Раз, два, три. Тоже. О, счастливчик. Три с тебя. Одну. Ненависть. Бонусы, бонусы, бонусы. Никто не применяет. Погнали дальше. Здесь получишь топливо, сколько выбрало вот этот путь, умноженное на 2. Фу, да хер я. Едет, Денис. Топлива мало. И мне плевать. Ей там в задницу, еще я, блин, буду ехать. Экономить, да, еще будешь. Дэ, дэ, дэ. А он, а он топал. Получил трижды два, шесть топлива. Шесть топлива, а мы по одному потратили и на три поехали. Раз, два, три. Мне. Раз. Два, три. Уже я прям уверенно держится в лидерах. Так, здесь только двое максимум проедут. Но поедут за три энергии на пять. Здесь за одно топливо на один плюс один бонус. Денис сейчас рванет. И Женя рванет. Фиг знает, что делать. Тоже рвани и мы все в поле. И смысл. Просто подосраться. Сережа будет в плюсе. Ну да. Ну да. Дурак, по-вашему, что ли? Б, Б, Б. Поролись. Один я поехал. Один. Ты, Сережа, один. Это последнее топливо мое. И ты все, и ты сходишь с трассы. Если у тебя ноль топлива, ты больше не... Но он не тратит топлива. Так, я не трачу топлива. Никто ничего не тратит. Да, я не в порол... Ну, в смысле, я-то не в поролся. Мы просто... Я понимаю. А если бы кто-то из нас не поставил, ты бы потратил три топлива и был бы последним. Все, ты бы уже выиграл. Проиграл. Это было настолько рискованно, что просто... Ну, так я не дал вам выигрываться. Так, я хочу бонус сыграть. Было рискованно. Вот это у нас... Все, кто впереди, на два назад. Да. Ну, ты на два назад просто. Вот так? Да. А что, уравняли немножко шансы? Сейчас поинтереснее пойдет. О! Так, здесь количество топлива тратится, сколько выбрала B. На B просто бонус. Тратится, да? Да. Мне этого топлива... Фигня. Бонус, думаю, никто не возьмет, да? Я взял. Все по одному и на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Спасибо. Все, финиш. Последний. Бонус, когда можно это самое? Здесь написано финиш. Бонус и сейчас можно. Не смотри сюда, если хочешь играй бонус. Да. Чего? Нет. Сейчас опять посмотрю, что это значит вообще. Так. А, нашел. Серега, стреляй в них. Ну, вот этот, если я сыграю, огнемет. Все на два назад. Все, кто впереди тебя, на два назад. Все корабли в ближайшей зоне впереди, где есть хотя бы один корабль, двигаются на две зоны назад. Получается, раз, два. Угу. Нет. Смотри, неправильно его играют. Только одна ближайшая зона. Все корабли в ближайшей зоне впереди вас. Ближайшая зона впереди тебя, вот она. Да. Но мы у тебя уже сыграли точно так же. Да, давай так же играем. Все? Всех, всех. Всех, всех. Вообще, получается, только один, кто впереди тебя. Ну, либо вся полоса, короче, вся двигатель. Ну, вся полоса. Ну, зона это вот эта или зона это вот эта? Нет, зона это вот эта. Зона это вот эта. Ну, ладно, уже так отыграли. Да, здесь так и нарисовано. Да, ребята. По инфографике. Ну. Чуть неправильно. Поскольку оно для всех одинаково Да, я знаю, я всегда так Так, рассказываю Здесь тратится топливо по количеству игроков Выбравших B, но едет на 6 Здесь 2 топлива На 3 вперед Здесь 1 топливо и 2 Двигаешься на 2, умноженное На тех, кто выбрал D Что тут думать Ну, уже не можно подумать Если все выберут D, я поеду на 6 Серега не выберет D Он в полице своими Все D Да ладно Ну, логично Все правильно она сделала Она про топливо впоролась Сколько B выбрала? 1 То есть я 4 трачу Почему? D, какой B? Вот мой вариант Ты тратишь 2 Я только B выбрал Да Еду на 6 Есть? У тебя И 2 топлива Я трачу 1 топливо И еду на 2, умноженное Сколько выбрали D То есть на 4 Я рванул 2 И 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ничего, я у самого финиша вырвался Да Ненавижу тебя Да чего ты, гля А кстати, если вот так заканчивают То считай, сколько топлива у кого больше осталось Все равно так Да Ну вот такие вот гонки Да Кармагеддон Прикольненько Сейчас Еще прикольнее будет Сейчас еще прикольнее будет Мне вот пиксель больше всего нравится Пиксоиды? Ну давайте пиксоидов Играем в пиксоид Рассказываю правила Итак У нас по очереди Каждый из игроков будет пиксоидом Остальные будут багами Которые его ловят Да Переворачивайте на злобную сторону Своих этих Я сейчас выставляю с первым Выставляю вот так вот свой маркер В одну из точек Вот этих красных, да В любую, в которую захочу Потом они по очереди тоже выставляют Моя задача будет продержаться Как можно дольше раундов Попутно, возможно, собирая вот эти точки Их задача как можно быстрее меня поймать Так, ну что Выставимся мы Наверное Вот сюда Пожалуйста Смотри Еще самое главное правило Те, которые играют за глюков Им запрещено общаться между собой Да Иначе это очень просто будет Ну, отмечается здесь просто То есть направление На стрелочке И на какое количество клеток В какую сторону вы пойдете Собственно, как поймать его Нужно просто пройти своим Сквозь него Либо остановиться на нем Значит, поймали Вот эти штуки мы собирать не можем Эти можно собирать только вы Это блоки, типа, такие Ну, это дополнительное очко То есть он, когда Он прожил раунд Мы его не поймали Он берет отсюда Одно очко Еще прожил раунд Еще одно Если мимо этого проедет Это будет ему очко Как только мы его поймаем Вот сколько он набрал Это все его А мы получим там Сколько осталось Или что-то У кого-то Можно и на 9 Да Ну, сквозь стену ты ходить Такой не можешь Ну, понятно Открываем Первого Раз, два, три Прожил один Да, один прожил Зажимайте его Зажимайте меня Нам нельзя общаться А я сам с собой Ага У тебя это расстроение Что он еще может сказать Кроме как зажимаете Давай Давай Пу-пу-пуль Ну, откуда я теперь Я пока наползу Поэтому давайте Щемите его Сейчас наше обжение Грамотно Да и Сережа тоже И Сережа тоже Ну, да Ну, Сережа простой Есть Зачем на 3 Ну, вот тут Чтобы он не выбрался Логично Пук-пук А мог меня насквозь проехать Нет, не проехал А, я же первый хожу Да, да, да Ну, что, прожил я еще один Раунд Куда я теперь пойду Есть Пук-пук-пук Ну, это все Что все А, нет, еще далеко не все Ну, у него У меня два варианта хода Ну, один, по сути Три Ну, через тебя же я не пойду В смысле Три варианта хода у тебя есть Ну, тут все легко Ловить меня уже легко Ловите Фу, нафиг У меня так много Есть? Да Да Подожди, я не походил к dirt В прошлый раз В смысле? Я должен был вот здесь Пойду Слушай, а как ты? Ну, походи У тебя получается Ты ж не мог на месте стоять в любом случае. Да, у меня было вот так. Сейчас вот сюда. Ну, короче, вот так. Ладно. Поймали. Тебя еще не поймали. Куда же я побегу? Интересно. Да, я все. Денис, Денис, Денис еще. Здравствуйте. Ну, все. Ну, обмануть хотел. Думал, Сережа вверх пойдет. Ну, не повелся. Теперь считаем. Пять я заработал, шесть я заработал очков. Теперь смотри. Глюку удалось спомнить. Пиксоид получает по одному победную очку за каждый маркер, в котором получился запас, а плюс по одному, который подобрал добавленный. Шесть силу. Все глюки получают столько победных победных, сколько осталось маркеров в запасе. А, то есть вы получаете вот столько. Вот это все, а вот эти нет. Минус пять. Здесь двенадцать должно было быть? Я просто много положил. Двенадцать. То есть вот десять, и я, получается, собрал пять. Вот двенадцать сейчас минус пять. По семь. Ну, получаем по семь. Блин. Дольше, наверное, вот чуть-чуть жить. Да. Ну, теперь Женя, да, у нас почти... Да. Да это-то чего-то куда? Теперь ты злодей. Что, так же? Точки входа, все тут же. Да, да, да. Ну, поле можно пересобрать, но там в разных партиях оно. То есть здесь две... Ну, разные варианты. Вставляйся. Ладно, хорошо. Только вот это вот сюда. Извините, пожалуйста. На колени. Уже? Да. Не самый удачный вариант. Пять. Теперь тихо будет ползти. Ну, да. А где я? Ты вот здесь. Почему? Все быстро решается довольно-таки. Это ты зачем-то туда рванул? А, у меня уже даже стоит тут назначение. У меня тоже уже. У меня тоже уже. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Очень смешно. Подожди, я передумал. смешно все давай но может пиксовать сначала походила а зачем я сюда вот здесь да ну я дурак а ты куда ну ты на себя пошел на ты нормально пошел нормально было сюда было на два эти ну да и вот сюда право она будет вот эту брать посмотрим так все тихо беги форст глюк побежал не всего лишь хотят дружить с пиксоидом все зависит от того ты кстати не взяла да куда ты пойдешь ну выигрывай пойдешь наверх точно впоришься ходов тебе немного на самом деле 1 1 вот поэтому вот здесь выставляться но плохо идти в такой тупик куда у нее ход сейчас 1 1 1 1 направо во всех остальных ходах ее сужеру ну да ну давай ушла праве я у я у нас делать а вот теперь юли не ну тут есть куда убежать чем но нам и через эти проходим насквозь просто да или мы не можем мы их не собираем не они не собираем понятно я на виду друг через друга да можно 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 2 а если мы на одной клеточке остановимся ничего страшного остаемся да как медуза пакмане начнем друг против друга они там в начале вообще там у них все пати на хате да в самом центре давай вверх на 3 вверх на 3 обманул 3 1 2 3 4 5 о здравствуй я знал что надо бы 1 2 3 4 здравствуйте но здесь классное место я помню как ты тут рулил вот было дело выкручивался шо сдавайся она моя нет я считаю точки через стену же нельзя ходить не если полосы ба за ответ вниз на 5 я могу я вот сюда хорошо здравствуйте ну все как бы чё да еще не все уже далеко не все да все не а что она сейчас делать она сюда она сюда встанет и все и чудо есть дело сделаю это потом уже молчи молчи возьми еще далеко не все блин надо выходить на позицию сейчас число все есть начало подожди вверх на один мог разма новая вот сюда а я вот сюда раз два три здравствуйте но далее маневра нормально да не скажи вообще нет маневров пол да и прошлый раз у нее не было маневра полно она первая ходит не забывай ща поймаю ну шо тут только один да ты взяла бери пятый уже смотри вниз на один отлично не смотри ну все ну теперь все это гг еще один ход прожила но тут дальше все понятно даже ну тут желтый идет туда оранжевый сюда и тебе следать чтобы ты не делала бум все все теперь серега добрый а ты становись опять нам по шесть она шесть взяла да всем по 6 всем по 6 но я так и плетусь сзади точку выбираю короче вот эти штуки собирать вообще не выгодно пиксоиду лучше просто бегать да там шкириц то что пока я начинаешь собирать там они уже берешь из поля но она то остается в очках у плохишей ты пока да да а эти уже все подстраиваются под тебя и так мочим серегу забыли он выставился уже даже а ну дожди дожди это не мой чуки дашь так пренебрежет больше уважения на колени крит тебе доставься крит чё я после пиксои даже я я не поставился ну ладно мне не важно погнали сейчас серега хлопа и за границей крана ушел забаговался забаговался красивочки вот нормально жмем 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 сейчас вниз побежит ой молчу вартуль ускользает да он такой серёжа мы нашли с кем бороться взял да 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 там тарадам там 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 желтый конечно что да если б не я Ага. Угу. Почему не напрямую секретки? Ну ладно. Так вышел. Блин, как бы ж тебя, заразу, поймать? Ты не взял. Ага. Ты за кого играешь? Я за Бэтмена. Все, все? Да. Куда? Ага. Ну немножечко проскочил. Нормально, ты его там сзади подопрешь. Как табуретка. А то он сейчас туда поедет. Поеду, поеду. Взял? Взял? Ну понятно, да. Пиздюк. Я всегда пришел. Вот, отлично. Взял? Давай. Сережа пока лучший. Да. Так, ну красный понятно, что делать. Ага. Все, я поехал туда. Ну да, логично. Он туда уедет. Ммм. Он туда уедет. Он уедет жить в Лондон. Не туда он уедет. Да кому он там нужен? Не туда он уедет. Угу. Все? Угу. Подожди. Давай. Блин, я обожаю эту игру. Но мне очень нравится. Во, я же говорил, это самая крутая. Давай. Самая крутецкая. Угу. Я же сказал, не туда. Вниз на два. Ну все. ГГ. ГГ, ВП. А, подожди. Это ГГ. Он может вверх пойти. Куда он может пойти? Ну в смысле? Он на два вверх делает. В любом случае. Я делаю сюда, она делает сюда. Все. Куда бы он ни пошел, мы его сожрём. А, да. Все. Это тут ГГ. Ну все тогда. Все. ПОПАЛОСЯ! Ну неплохо сыграно, глядя. Прям офигенно. Девять очков. Да, лучше всех. Уже оранжевый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нам по четыре. Всего четыре. А кто за желтый выиграет? Я. А желтый не выиграет? Хоть где-то ты должен проиграть. Можно подумать, я везде выиграл. Да. Сейчас Дэн покажет, как играть. Сегодня везде. Сейчас Дэн покажет, как играть не надо. Я уже точно не выигрывал. Да, мы злые. Ты злой, я злой. Она злая, он не злой. Но злой. Он просто тупой. Давай тут. Начинали в разных этих полях. А, ну выбирай. Я теперь главный буду. По тарелочкам. Хорошо. Я приму это. Скромненько. Олег. 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 Да. Олег. Peel armed. Олегами. Олег. Олег. Оснаю это. Эд. С prayed. Оснаю? Вау, 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 взял? Да ты когда за него играешь, мозг вообще не о том. Да, ты сидишь думаешь, как бы тут уже следующий ход спланировать. Угу, угу, я уже забыл, куда хотели. Ой, хорош. Отлично, отлично. Наверх пойдет, один вариант. Угу. Взял? Взял. Взяли. Навались. Хавали, навали. Хавали, навали. Хавали. Йога, ты самым опасный для меня. Ты взял? Я? Че я-то? Погнали. Вниз. Ой-ой-ой, я промазал. Ну зачем? Да я думал, он туда пойдет. Так бы я был там, конечно, это самое. Это самое. Ну, тут не надо было уходить. Конечно, общаться нельзя, но... Взял? Нет, не взял. Так что ж так вот. Буду все время забывать. А сейчас взял? Ха-ха-ха. Да шо тебе в затылок? А все. Ожог. Все. Ну все, поймали же. Да. Ему деваться некуда. Ты максимум вверх, а я вот сюда блокирую и все. Так я могу подойти к нему. В смысле? Тебе нет смысла меньше ставить 9 там наверх. Идешь максимально. Ты ставишь 4 вверх. То есть, если он побежит сюда, ты его ловишь. Если он побежит сюда, я его ловлю. И все. Взял? Взял. Нет. Не взял. Не взяли. 5. 6. 5 было на предыдущем. Так ты же не прожил этот ход. Мы же тебя на этом ходу поймали. В смысле? Я сейчас вот... Сейчас я прожил. И взял. Шестую. И а на следующем вы меня только поймаете. А, ну все тогда, че ты? Че ты это? Все. Тут 6. 6 плюс 7. 23. Сережа плюс 15. 6. Чего? 7 плюс 6. У меня какой-то не есть. Перемести меня. Вот 22 плюс 6. 28. Вот так потяни, а ты там у нас... Сережа выиграл. Лучший пиксоид. А что, по одному этому, да? Да. А, смотри, как и все. Все лучше, да. Прикольненько. Не, вот это мне из всех больше все понравилось. Нет, вот прям она такая. Мне очень нравится. Хорошо придумал. Молодцы. Вот, но в целом... Ой, аккуратнее, аккуратнее. В целом, можешь скажете, че? В целом? Какая игра? Меньше, какая больше с коробки. Ну, это понятно, что больше. Это больше всех понравилось. Так, гонки или стадион? Как-то одинаково. Не, мне гонки на втором месте. Вот стадион меньше всех, наверное, понравился. Солянка какая-то. Да, кинь кубик. Тут подумай, потратить, не потратить. Тут, ну, короче... Если честно, серия игр хорошая. Хорошая. Мне жаль, что она, вот как ты говоришь, не зашла и вряд ли будет дальше сдаваться на русском языке. Ну, все в ваших руках, как говорится, дорогие телевизорители. Я расстроен. Я вот так складываюсь это в коробки. Это я так думаю. И ухожу в заказ. Мне в целом нравится, что эти игры все разные. Да, вот это круто. Вот это... Вроде бы как бы одни и те же компоненты. Ну, примерно. Вот эти, основные. Ну, примерно стилистика вот эта. Конечно, те, кто думает, что вот это вот 8 бит как-то пробьет вас на ностальгию. Нет. Тут неправильно. Не, почему? Для ностальгирующих это плюсик к игре. Не, ну, Прэкман, например, нормально. Все остальное никакой ностальгии. Ну, гоночки, да. Ну, стильно, в принципе. Не, классно, оформление хорошее. Мне понравилось. Оформление хорошее, все клево. Геймпадики вот эти. Картон вот в этих коробках потолще хотелось бы. А так, в принципе, геймпады красивые, кубики красивые. И не под лен, конечно. Ну, не под лен, да. Не AAA. Не AAA. В целом, можно рекомендовать игру как такое пати. Да? Пати, ну, как... А здесь максимум... А здесь 4-3 игрока. Здесь что-то 4. На троих, конечно, там, получается, по очереди один из игроков управляет сразу двумя багами. Это неудобно. Это не то, что неудобно, это сложнее становится пиксоиду убежать. То есть, когда один из игроков берет на себя координацию сразу двух, ему проще их согласовать. Так, состыковать, да. Да. И у нас вот меньше пиксоид жил в игре на троих. На четверых оно, конечно... Его гораздо быстрее ловили. Да. Все, игру можно рекомендовать. В принципе, вы все видели, весь игровой процесс. А сзади стоит? Ну, стоит, кстати, она в районе трех тысяч. Ну, со скидкой нашей будет в районе трех тысяч, да. Ну, она... Ну, вот... Зато она... Дорога. Ищупательная. Стильная, коллекционная. Дороговатая. Думацательная, как говорят. Ну, и... Смотри, что там будет дальше с допами. А такой вопрос. Допы будут... Допы на жильском. Уже без джойстиков, да? Естественно. Вот такая кара. Вот, 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 да. Картридж, картридж покупаешь, вставляешь консоль. Картридж половины. Не, ну, шутки шутками, но если тащить из-за рубежа с доставкой, так оно и выйдет, наверное. Доставка дорогая. Ну, вот, за оригинальность плюсик. Большой, жирный плюсик. За оригинальность. Прикольно. А не сама коробка, как приставка такая сделала. Тут эти джойстики еще закрываются. Давай покажем. Ну, естественно, не претендует на какую-то там... И видишь, тут типа лежит пустая коробка, типа, поскоро на ваших столах еще больше, типа, загрузка какой-то игры уже пошла. Видишь, загрузка. Пошло скачиваться в каре прям. Вот прикольно. Вот четвертая планочка памяти тебе. Понятно. Слот. Давай всю коробку соберем вместе. Давай, давай все-все компоненты. Всех их вместе соберем. Вот, видишь, тут типа закрывается. Подожди, а здесь еще была вставочка пластиковая. Вон она, сзади тебя, Денис. Совсем сзади, да. А, это для вот этих вот. То есть, если видишь, пластиковый инлей, поэтому она так и стоит. Это же каждый китайец должен сидеть, вот эту штучку нажимает, чтобы она выдавливала. Это же тебе не хукру. То есть, вот эту штуку. Тут прям разъемы VGA. Да. В Dendy не было. То есть, тут вот еще можно один картридж поместить. Кубик забыли. Один картридж сверху поместить или ту пустую коробку выкинуть. Типа, еще одну картридж. То есть, ну, коробка, эго, классная. Не знаю, я такую фиг не люблю. Смотрится классно. Да. Надо просто так коллекцию даже взять, просто показать друзьям. О, прикиньте, у меня есть игровая приставка, только картонная. Такой, да. Они такие, о, дебил, пошли поиграем. Пойдем в нормальный Dendy поиграем. Да. Вот, друзья, в принципе, что. На этом мы с вами прощаемся. С вами был канал Твой Игровой. Всем пока. Покусики. Вот приставка игровая из картона отлитая. Фил включил ее в розетку, потому что умник редкий. Поиграли в стадион. Первый Дэн был чемпион. По нырянию в бетон. А затем играли в гонки. Дрифтом Фил въезжает в стройку. А Сережа молодец. Потому что в гонках спец. Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин